Почти 50 частных домов остались без доступного источника питьевой воды. На территории есть колонка и колодец, однако к колонке сложно подобраться, а в колодец бегут канализационные воды. Колонку с питьевой водой на Корякинской 33 обновили совсем недавно по просьбам горожан. И хотя вода в колонке чистая, подойти к ней, уверяют жильцы, очень сложно. Ранее мы просили поставить колонку, где она необходимая, дополнительная была, и поднять вот эту вот. Ну, все проигнорировали. То есть для жителей это ничего не делается. Типа вы колонка бесплатно пользуетесь, вот и пользуетесь так, которая есть, как есть. Вы хотели, вам поставили. Неделю без воды сидели, сидели. Вот вам поставили, что вы еще хотите. На улице стоят частные дома, в которых живут пенсионеры. Для них спуск и подъем к воде – настоящий подвиг. Колонка вот эта, еще старая была, там вообще не спущусь. А на асфальт, вот сделали асфальт в этот раз, уже третий раз уже сделали. Ее вообще утопили. И она утопилась, не спуститься, не подняться, а как с ведрами нам сейчас ходить. В Приморском водоканале объяснили, расположением таких объектов занимается администрация города. Однако там вряд ли помогут жителям. По всем законам колонка находится на своем месте. Потому что там же тоже везде уже застройка существующая. И вот водопровод идет в том месте именно. Как, его же не просто так передвинуть. То есть вот он там исторически идет, водопровод, там окормлен, допустим, а вокруг уже окормлена другая земля. Потому что такой момент смотришь. Ну и в случае, когда этот закон соблюден 100 метров, то есть нет оснований. В течение вот таких моментов занимается администрация города. Но вряд ли они пойдут, потому что, как говорится, закон соблюден. И есть 100 метров от колонки, а у них там всего 25. Еще один источник воды – колодец, в который уже полгода бежит канализация. А его чисткой они занимались около 10 лет. По словам жильцов, колодец стоит на городской территории и не принадлежит к частному лицу. И если еще полгода назад к нему приезжали люди, то сейчас про него совсем позабыли. На данное обращение Приморский водоканал отметил, они занимаются только централизованным водоснабжением. Ну, если даже вот предположить, его там кто-то сам вырвал из колодец. И не факт, что он там должен быть. Ведь это все-таки город. И туда может попасть со что угодно. То есть, и когда люди скважину копают, у нее есть там определенное заглубление, да, вот сейчас. Есть современные технологии. Ну и то. Бывает, что там скважин с какое-то время грунтовыми водами наполняется, и вода в ней соответствует уровню питьевой. Более того, Приморский водоканал посоветовал не пить воду из таких источников. Как показывает их опыт работы, в таких колодцах немало болезнетворных бактерий. А пока жителям улицы Корякинская придется спускаться к неудобной колонке. Единственному источнику питьевой воды на улице. Олег Завьялов, Яна Якубич, Игорь Егоров. Новости на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова